Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей, добрый вечер. Рад встрече с тобой, что так мы периодически с тобой встречаемся, и очень интересный разговор получается у нас. Анатолий, взаимно, ты меня просто опередил. Вот мои слова буквально, они рвались выскочить, тоже вот рад встрече, но ты раньше сказал. Ну, сегодня мы с тобой обсуждаем большое путешествие в США с Артёмом Мельником, который он организует, и его команда NR Secrets. Анатолий, вот расскажи, почему принял решение ехать в такую даль, на целый месяц? Да, Андрей, это было неординарное решение. То есть, честно говоря, где-то месяца полтора назад, ну, то есть где-то в декабре месяце, вот так вот, Артёма в процессе разговора, мы общения, он предлагал мне изменить, типа, попытаться, нет ли желания, у меня спросил поехать, в большое путешествие по США. Я ему ответил, что в настоящий момент я не готов, и, честно говоря, моё мышление ещё не созрело для такого путешествия. Вот, мышление, материальное состояние и так далее, там и другие проблемы были. Вот, но, Андрей, вот самое интересное, что после просмотра одного видеоурока с Артёмом Мельником, это как притянуть один миллион долларов, я, честно говоря, ты понимаешь, вот посмотрел его, и у меня буквально, как взрыв произошёл внутри, какой-то в мозгах моих прорыв такой вот бешеный. Я срочно думаю, всё, надо, пишу, обращаюсь, смс-ку посылаю Артёму, говорю, Артём, как и так далее, я вот уже опоздал, типа, и так далее, обратиться, вот уже много времени назад ты предлагал мне, я вот с опозданием хочу знать, всё-таки с желанием у меня появилось огромное, вместе с вами, со своими единомышленниками, отправиться в большое путешествие по Соединённым Штатам Америки. Вот, и вот, в принципе, вот мне захотелось, почему я именно вот такой взрыв, прорыв произошёл. После того, как я посмотрел этот видеоурок, вот, я уяснил, то есть, так сказать, у меня вот в мозгах прояснилось, что наши мысли, вот там основная идея проходила, наши мысли обладают эффектом материализации. Вот, и я захотел вот именно проверить действия закона притяжения, вот этого, общаясь, учитывая, что в этом путешествии будут участвовать сотня моих единомышленников, те, кто участники тренинга, так, которые, как и я, стремятся именно добиться финансовой независимости. Вот, и кроме того, что в составе этого экипажа нашего, так сказать, 100, во главе с Артёмом Мельником 100 человек, так будет присутствовать и миллионеры. Долларовые. Да, долларовые, да-да, долларовые миллионеры. Учитывая, что прямой контакт с такими успешными людьми, общение, зарядит меня эта энергетика, вот энергетика именно, я напитаюсь, я вернусь оттуда с новыми силами, с новыми возможностями. Вот, ну и плюс к тому, я, естественно, познакомлюсь поближе с теми людьми, с которыми я в процессе тренинга уже около трёх месяцев, так мы общаемся, переписываемся, так поощряем друг друга, комментируем какие-то выражения друг друга. Вот, и мне хотелось с этими людьми поближе познакомиться. Ну и плюс, Андрей, что ещё? Почему мне именно так потянуло вот именно в Соединённое, большое путешествие, которое будет целый месяц продолжаться? Это в Соединённых Штатах. Я ни разу не был в этой стране так, ни разу не был. В общем-то, только смотрел по телевидению. Ну, по телевидению что показывают? Политические, в основном, там все вот эти передачи. А здесь мы будем путешествовать, проехать Америку с одного конца в другой конец, так? Именно от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Протяжённость этой трассы 7 тысяч километров. И мы будем на 25 машинах. Лексусах, мне кажется, да, там Лексусы, говорил? Ну, Лексусы, сейчас Артём говорит, тестировал Теслу. Вроде бы он в восторге от Теслы. Тесла вообще, да, Тесла это вообще, можно, мечта, как говорится, которая, я не знаю, осуществится ли она когда-либо, чтобы попробовать водить такую машину. Вот, и вот это всё в процессе передвижения, посещения тех уникальных мест в Соединённых Штатах Америки, так, которые тоже зарядят меня определённой энергетикой, положительной энергетикой, так. Я мечтаю отснять множество видеороликов, фотографий этих интересных мест и путешествий, встречи с друзьями своими, чтобы затем загружать на свой канал YouTube и, соответственно, продвигать его. Анатолий, а вот как ты считаешь, как твоя жизнь после этого большого путешествия поменяется, вот когда вернёшься в родную Россию? Я понял, Андрей, твой вопрос. Естественно, мы все участники этого большого путешествия, мы надеемся на то, верим в то, что наша жизнь, мы туда, в принципе, и едем за тем, чтобы изменить свою прежнюю жизнь, так. Мы для этой цели, в общем-то, и затеяли всё это путешествие, так вот. Кроме того, что познавательно будет для нас, самый главный эффект, то, что мы надеемся, и я верю в это, что моя жизнь должна измениться совсем в другом направлении, в другом направлении, а именно после посещения, в течение четырёх суток, четырёх дней мы будем встречаться с выдающимися личностями, как Ричард Брэнсон, потом Тони Робинсон. Это тоже уникальная, то есть написаться энергетика от этих выдающихся людей для того, чтобы в дальнейшем вернуться в Россию и заняться активно. То есть вот эта встреча может кардинально изменить всю мою жизнь. Кардинально изменить. То есть совсем в другом направлении пойти. В другом, и я надеюсь, что она успешно будет продвигаться в меня впереди. Вера большая в меня. Анатолий, вот я с тобой общаюсь, заряжаюсь твоей энергетикой. То есть вот мы вроде по разной стороне экрана, но я вот чувствую этот драйв, чувствую позитив, чувствую громадное предвкушение великолепной поездки в Штаты. Спасибо за интервью, спасибо за общение. И я искренне желаю успешнейшей подготовки к поездке, чтобы всё прошло без сучка и задоринки, и все планы осуществились, всё материализовалось. Понял, Андрей. Ну, спасибо за пожелание. Ну, а что, ты мою энергетику принимаешь? Потому что мы люди с тобой военные, так и мы чувствуем так, буквально по взгляду, по полуслову мы чувствуем друг друга. Энергетически даже, так, на расстоянии. Это точно, да. Анатолий, ещё раз благодарю за такое оптимистичное интервью. И до встречи в новых видео. Счастливо, Андрей. Удачи, удачи, счастливо. Спасибо, пока-пока. Пока-пока.